Всем привет, с вами снова Крив ГТВ, и сегодня мы опять устраиваем тактику, как вы можете заметить по чатику. Сегодня мы попробуем немножко иную тактику, и карта тоже другая, город в пустыне. Как я уже когда-то говорил об этой карте, здесь одно из главных направлений это гора. В этом видео я постараюсь доказать, что если мы занимаем гору, то мы можем многое. Итак, начнем с того, что я тут немножко отдаю приказы взводу. На этот раз мы набрали тоже команду, я набрал с пяти человек, точнее вот я один и еще четверо. И вот так получилось то, что со мной есть еще один в команде человек на Пантере. Я и думаю, почему бы нам не воспользоваться тем, что это довольно быстрый все-таки средний танк с отличным орудием, и не заехать на гору, пострелять по врагам. Наверное, лучшей бы идеей было проехать дальше и обстрелять их вообще в борта, но получилось в общем-то и так неплохо. А как получилось, вы увидите прямо сейчас. Целая толпа противников лезет в гору, а мои союзники, которым я скомандовал, можно сказать, они поехали в обход справа, потому что там, в общем-то, обычно никто никогда не контрит. Здесь потихонечку начинаю разбирать Фердинанда, раз он такой беззащитный. И тут начинается непонятно что. Вылезает и Королевский Тигр, и Первый Тигр, который вообще непонятно что делает. И тут вылезает еще и 701-й объект, на вечеринку подъехал. Конечно же, и Кашет. Но главное то, что у него есть такие прекрасные лички на башне, которые пробиваются без всяких проблем. Надо только их выцелить. Попадаешь в личок и обязательно наносишь ему урон. Если их залатают, это будет очень-очень печаль-беда для владельцев этого. Точнее, для владельцев этой техники это будет, наоборот, таки очень хорошо. А для нас это будет печаль-беда, потому что мы его не сможем пробивать. Кстати, можете, наверное, заметить, видео будет подлагерять именно в те моменты, когда будут наноситься выстрелы по Т-28ПТ. Вот эти новые ПТшки американские, введенные, тяжелобронированные, когда по ним стреляют, их пробивают, почему-то у всех виснет игра. Ну или, во всяком случае, у меня подвисает компьютер очень резко. На какой-то промежуток времени, где-то на секунду, может быть. Неприятно, но все же. Наверное, это пофиксят. В общем, больше нигде у меня ничего не лагает, кроме, наверное, как из-за того, что вот этих вот ПТ бьют иногда. И мы здесь продолжаем с Пантерой развлекаться. Некоторые союзники нам помогают, другие уже заехали с правой стороны и начинают там давить врагов, а мы их тесним с центра. Вот так мы их взяли, можно сказать, в клещи, и теперь у них нет шансов. Они растягиваются на два фронта, а нам стрелять по ним удобно. Ну, конечно же, КВ-2 остается с одним хиппоинтом, который надо добирать обязательно. Почему нельзя попасть сразу нормально? Здесь выстрел уходит под нища Т-28 ПТ, и сейчас вы увидите, как подлагивает компьютер. Ну и вообще, тоже запись лагает из-за этого. Из-за непробития, из-за пробития все равно все подлагивает, когда по ней стреляют. Даже так вот, чуть позже, наверное, там стрельнули, уже увидят то, что стрельнули, и начинают подлагивать. Здесь, конечно же, мастерский выстрел с ходу в ИСа, и то же самое сейчас случится и с нашим дорогим врагом на КВ-2. Почему бы ему тоже не отправиться в ангар с ходу? Что ж, здесь остается уже только Ягдпантеры и Фердинанд, у которых не остается никаких шансов, кроме как сдаться нам. Союзники медленно откинулись, кроме ИС-3, и наша команда продолжает победное движение вперед. Вот, убили только Т-43, возможно, ему стоило играть поаккуратнее, но на Т-43 довольно сложно выживать, если лезть как-то вперед. А, я же приказал лезть вперед, вот так вот и получилось. Итак, осталось найти только Ягдпантеру и добить ее. Вот такая вот тактика. Берете просто противников в клеща. Последнее время они все чаще едут на гору целой толпой, и эта тактика довольно удобна для того случая, когда противники толпой едут на гору. А вы можете ее успешно занять, если у вас имеется пару быстрых танков, и другими тяжелыми машинами с мощными пушками, потом их выбивать с двух сторон при помощи этих самых быстрых средних танков. Ягдпантера, как выяснилось, остаял у них резьбой на базе. Ну, в общем, что делать? Такая вот Ягдпантера попалась, ее нашел наш союзник, и сейчас ее будут убивать. У меня здесь дилемма нарастает, пять фрагов, воина хочется. Ну, точнее, пока еще не хочется, потому что я не знал к тому моменту, что у меня пять фрагов. До того времени, как в чатике, мне об этом не написали. Ну и сами вы увидите, что из этого получится. Опять-таки, с вас лайк за победу, как и в прошлый раз, все-таки мы побеждаем. И здесь мне пишут. ИС-3, дай воина Пантере. Я уже думаю, сейчас будет воин мой, первый выстрел попадаю, второй попадаю, думаю, никто не стреляет. Какая красота! И здесь, конечно же, промах, и ИС-3 решает добрать фраг. Ну что ж, воина нет, зато победа есть, а победа в кармане, и значит, все прекрасно. Пантера вторая вообще хорошая машинка, на ней любой бой в радость. Ну что ж, а с вами был Крюга ТВ, всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok